Большинство их не замечает, хотя они есть почти у всех. Их рисунок как отпечаток пальца, уникален. У меня их настолько много, что ни разу не удавалось их сосчитать. Меня зовут Дарья Демиллер и сегодня ближе к телу родинки. В этом выпуске мы расскажем, каких цветов могут быть родинки, что такое кармические родимые пятна и почему они могут быть опасны. Термин nevus в переводе с латинского означает родимое пятно. Впервые это понятие использовали в 19 веке. Но, конечно, о родинках или невусах людям было известно гораздо раньше. Невусы – пигментированное образование на коже, которые могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные присутствуют на теле человека с рождения или появляются на первом году жизни. С возрастом количество родинок увеличивается. Их появление – результат воздействия на кожу человека ультрафиолетового излучения. Однако количество и размер родинок также передаются по наследству. Юлии 23 года. На ее коже больше сотни родинок. Она не считает их сигналом болезни или эстетическим недостатком. Говорит, что в ее семье родинки есть. У всех. У меня у мамы родная сестра. Она вообще конопатая. А мама родилась с родинками. В общем, как-то так-то у нас разделилась. Вот. И мои братья все, они прям, ну, конопатые. Я их всегда в детстве разнила рыжий-рыжий, конопатый. Вот. А мне достались родинки. И, то есть, конопушки у меня такие только летом и весной на лице появляются, как бы, пигментация. А родинки ежегодно, каждый год, стабильно, все сезоны. Врожденные родинки делятся на подгруппы в зависимости от размера. От маленьких до гигантских. Размер родинки – это первое, на что обращают внимание врачи. Чем больше родинка, тем она потенциально опаснее. До сих пор неизвестно, зачем нужны родинки человеку. Большинство родинок являются доброкачественными родинками. Но некоторые из них представляют определенную опасность. И таких родинки называют атипичными или диспластическими невусами. Такие родинки, как диспластические невусы, могут перерождаться в злокачественную опухоль. Причем в самый опасный ее вид – меланому. Она формируется из пигментных клеток кожи. Без специального исследования практически невозможно определить, может ли родимое пятно стать злокачественной опухолью. К сожалению, как отмечают врачи, некоторые пациенты приходят к специалистам, когда родинка уже превратилась в меланому, а клетки злокачественной опухоль распространились на другие органы. От этого никто не застрахован. Существует шесть фототипов, но в нашей европеоидной расе люди в основном какие? Светлокожие или рыжеволосые, или светлые каштановые волосы. В основном это с первого по третий фототип. У таких лиц в норме родинок от 10 до 30. Может быть, конечно, их и больше, и исчисляться их количество сотнями, а может быть, их и вовсе не быть. Это так называемый индивидуальный рисунок кожи, который обусловлен генетически и ультрафиолетовым излучением воздействия. Тем, у кого родинок так же много, как у Юли, исследуют раз в год посещать онколога или дерматолога. На руках тоже, да, интересно. У меня на венах, то есть одинаковые родинки в одинаковых местах. Не знаю, с чем это связано, но врачи всегда такие говорят, о, прикольно. Наверное, прикольно. Врач поможет распознать ранние признаки меланомы и избежать развития тяжелой болезни. Кроме того, существуют методы самостоятельной диагностики. Врачи разработали для диагностики тест АКОРД. Первый признак потенциально опасной родинки – асимметрия. Нужно мысленно провести через родимое пятно две оси. Четверти должны совпадать. Дальше – контур. Он должен быть ровным и четким. Встречаются, конечно, родинки необычной формы, но чаще всего они овальные или круглые. Следующий критерий – цвет. Нормы считаются родинки с однородной окраской. Они бывают не только коричневые, но и черные, красные, даже фиолетовые. И это норма. Теперь о размере. Не опасными врачи считают родинки до 5 мм в диаметре. Но науке известны такие генетические отклонения, когда почти все тело человека покрыто родимыми пятнами. И, наконец, динамика. Под этим понятием имеют в виду выпуклость. Родинка не должна выступать более чем на 6 мм. Но с этим не согласились бы дамы 18 века. Модные тогда мушки могли быть такими объемными, что под ними можно было бы спрятать рану. Правда, тогда эти родинки были искусственными, и их делали из тафты и бархата. К примеру, в Париже 1748 года с помощью фальшивых родинок даже общались. По свидетельству современника, страстные женщины ставили мушку под глазом любительницы таинственных амурных похождений в уголке губ, кокетки – прямо на губах, дерзкие дамы – на носу, игривые и веселые – на щеках, а те, кто гордился своим статусом – посреди лба. Сейчас мушки не так популярны, как пару веков назад, но в Барнауле, оказывается, все еще есть дамы с искусственными родинками. Хоть это сейчас не так в моде, как было раньше, в начале нашего века, но тем не менее очень много девушек рисуют себе мушки. Очень часто почему-то бывает такой запрос, знаете, когда девушка приходит и говорит, у меня тут недавно прыщ соскочил, вот в определенном месте, и вот мне бы хотелось сделать там мушку, потому что мне очень понравилось, что что-то я его там закрашивала, замасывала каким-то образом, мне так понравилось, сделайте там. Анна Турченко отмечает, что чаще всего к ней приходят с просьбами сделать родинки именно на лице, в самые популярные места – под глазами или около губ. Чаще всего, конечно, до татуажа не доходит, девушки ограничиваются тем, что имеют, иногда разве что чуть подчеркивают природную красоту, как Юля. Ну, я знаю, что сейчас очень модно делать себе какие-то родинки, веснушки, конопушки, но на самом деле, наверное, нет. Не хватает. Хватает, но, конечно, в детстве я мечтала о родинке, как у Мерлин Монро, она, кстати, у меня даже есть вот здесь, но она такая бледненькая, поэтому, если когда у меня есть настроение, я просто ее там делаю чуть поярче с помощью макияжа и все. Вернемся к родинкам перманентным. Они, в отличие от мушек, требуют особого ухода, с ними нельзя выходить на улицу без солнцезащитного крема. Ультрафиолетовые лучи разрушают пигмент. Пигмент может поменять свой оттенок, то есть это, наверное, самая будет большая проблема на лице, потому что, если у нас, допустим, перманент бровей, они хотя бы все равно как-то волосинками у нас прикрыты, а родинка – это открытая часть лица, и когда она впоследствии становится серой, либо слегка розовой, красивого, конечно, в этом ничего нет. То есть те люди, которые на эту процедуру собираются идти, то они должны понимать, что либо они должны ее делать постоянно, поддерживать, там, раз в год обновлять этот цвет, либо потом впоследствии придется ее удалять. О настоящих розинках нужно заботиться так же, как и об искусственных. Солнечный свет вредит им одинаково. Понятия «здоровый загар» не существует. Загар – это так называемая защита нашей кожи от ультрафиолетового излучения. Раньше считалось, что ультрафиолет типа B является как раз канцерогеном, то есть преобразующим в рак. Но последние исследования ученых показали, что ультрафиолет типа A, который проникает более глубоко, также опасен. Поэтому нужно избегать специально загорать, прятаться от солнца, одевать одежду и мазаться солнцезащитным кремом. Но веснушки, или как их называют врачи эфемиды, в отличие от родинок, совсем не опасны. Родинки – это скопление пигментных клеток, которые вырабатывают меланин. А веснушки – всего лишь пятна меланина. Кроме солнца, у родинок еще много врагов. Минздрав предупреждает, что во избежание печальных последствий пигментные пятна нельзя травмировать, покрывать татуировками и необдуманно удалять. Даже некрасивые. Даже те, которые мешают. Окончательное решение об удалении может принять только онколог. Он определит, является ли родинка потенциально опасной и можно ли ее убрать. Астрологи также не советуют удалять родинки, так как считают, что они предупреждают человека о грядущих несчастьях, определяют его судьбу и характер. Немногие, наверное, знают, что родинки несут в себе вот эти вот кармические знаки. Над этим нужно прорабатывать, работать, каждую родинку смотреть, что она себе представляет. Нельзя ни в коем случае просто брать ее удалять или новую подрисовывать себе родинку, потому что она обязательно будет что-то значить. Например, родинки на спине означают, что человека предавали в прошлой жизни. Росыпь пятен на плечах олицетворяет груз невыполненных задач предыдущего воплощения. Особое внимание астрологи уделяют родинкам на лице. Они делят его на три части. Верхнюю — лоб, среднюю — от бровей до носа и нижнюю — от носа до подбородка. Каждая из частей олицетворяет юность, зрелость и старость. К примеру, родимое пятно на лбу говорит о проблемах с родителями в юности, на щеке о хроническом заболевании, на подбородке — о сильном духе. У Дэвида Копперфельда было пятнышко на безымянном пальце, а астрологи уверены, что оно определило такую черту характера иллюзиониста, как карьеризм. А родинка Мерлин Мандро на щеке, по мнению астрологов, сулила ей риск попасть в аварию. Такая же родинка есть у Михаэля Шумахера. Существуют так называемые кармические родинки. Один из признаков — пигментное пятно находится на том же месте, что и у кого-то из родственников. Астрологи убеждены, что это знак кармической задачи, которую семья должна выполнить. Эта родинка у меня на самом деле с мамой одинаково, в одинаковом месте, и еще есть несколько там на шее, они прямо у нас вот прямо на сантиметр попадают. Кармическая родинка, ее сразу можно легко найти на теле. То есть она отличается каким-то выпуклым размером, цветом определенным. И если родинки маленькие, и их много рассыпано на теле, то есть это родинки, которые ничего не несут в себе, это просто как некие отметины на теле человека, которые говорят о том, что человек находится под влиянием высших сил. Возможно, именно эти силы делают обладателей большого количества родинок счастливыми. В научных кругах существует теория. Чем больше у человека родинок, тем медленнее он старится и тем крепче его кости. Разве не счастливчики? 23, 24 или это 24? Ммм, снова сбилось. Сегодня мы с вами выяснили, что мушки до сих пор в тренде, обладатели родинок медленнее стареют. А лично я для себя поняла, что нужно взять в привычку раз в год ходить к онкологу. Уж слишком много у меня этих пятнышек на теле. Меня зовут Дарья Эдемилер, и сегодня ближе к телу были родинки. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова